Всех приветствую, друзья! На канале Bloodstore Production Сегодня сделаю небольшой обзор на телефон Pocophone X3 NFC Обзор будет заключаться в основном на мою реакцию на этот телефон То есть как я отреагировал после замены своего Honor 10 на телефон от Xiaomi До этого я также пользовался телефонами Xiaomi У меня был Redmi Note 4X Но, тем не менее, после того, как я купил Honor 10 Я влюбился в него на самом деле Потому что телефон восхитительный Но, как говорится, прогресс не стоит на месте Вот мы подошли уже к телефону второй половины Ну и, в принципе, 2020 года вообще Как по мне, так это, наверное, тот телефон, который вы действительно можете купить за адекватные деньги И при этом действительно получить инновации Такое далеко не всегда встречается за такой ценник Значит, ссылочки на телефон я оставлю в описании Я нашел интересные варианты Там есть, значит, как с Озона У того продавца, которого заказывал я Так и на Алиэкспрессе На Алиэкспрессе, скажу сразу, гораздо интереснее Там есть приложения телефонов с наушниками в комплекте Беспроводными Ну, в общем, и все это по цене Такой, какой продают у нас в России При этом там еще сверху наушники получаете крутые Вот, ссылочки все в описании найдете Можете зайти посмотреть Также там будут чехлы, которые я заказывал Вот, кстати, первый чехол Который я купил Это был чехол Созона Тоже достаточно неплохой В принципе, замена стандартному Это уж точно Потому что стандартный чехол, он не защищает камеру А мне вот это совсем не нравится Я люблю, когда телефон под полной защитой Вот, значит, сразу из коробки что мы получаем? Мы получаем телефон с шикарным процессором Который тянет все игры на средне-средне-высоких настройках При этом получаете стабильные кадры Нагрева нету от слова вообще То есть я поигрываю иногда, бывает Редко, но тем не менее И мне хватает вполне То есть вообще никакого нагрева не щаится Даже, в принципе, если сравнивать с тем же Хонором 10 Он грелся прям очень-очень сильно В любой игре Независимо вообще от тяжести ее То есть даже, в принципе, при просмотре Ютуба Сразу получаем отпечаток пальца В кнопке включения То есть нажимаем Отпечаток работает просто молниеносно Просто нажимаете и тут же срабатывает То есть действительно интересно Также, помимо всего этого, мы получаем огромный аккумулятор На 5000 с лишним миллиампер часов Хватает его просто на какое-то неимоверное количество времени Сегодня я, допустим, весь день пользовался своим телефоном Я потратил всего Не увидите, увидите Вот, осталось 37% То есть всего 63% я потратил за весь день Прямо до вечера Вот время уже, видите То есть при этом пользовался им очень активно Я успел поиграть Часа 3, наверное И все остальное время я смотрел Ютуб Сами понимаете Все это, к тому же, на 120 Гц То есть, если не сказал То также мы получаем еще экран 120 Гц Очень, очень интересное ощущение После того, как пользовался всегда обычным И тут переходишь на 120 Гц То уже, честно говоря, возвращаться даже не хочется Вот, это тоже одна из окружающих фишек Помимо этого мы получаем Просто шикарные фото возможности Лично меня камера этого телефона устраивает более чем То есть я успел уже пофоткать какие-то вещи То есть, ну, в основном это было из дома То есть освещение среднее, либо плохое То есть все фотки Скоро будет большой тест Сейчас я включу фотографию Покажу вам Сделанную ночью То есть то, что меня действительно поразило Просто полностью Сейчас я вам покажу Надо ее только найти Я даже не ожидал, что вообще, в принципе, такое можно сфотографировать Честно говоря, я не помню, какая именно фотография Ну, давайте посмотрим вот эту Вот изначально То есть это 10 этаж дома Чуть-чуть мыло, да Вот такая детализация ветвей На улице абсолютно темно Глазом я даже, в принципе, не видел вот эти заборы То есть их просто было не видно А тут буквально вот до... Ну, значит, какие-то отдельные элементы забора видны К сожалению, на камеру вам, возможно, не покажется это все хорошо видным Но, тем не менее, это действительно так Также, помимо всего этого, мы еще имеем возможность установить Google камеру Это тоже немаловажно То есть Google камера, как вам известно, работает очень хорошо У нее очень мощные алгоритмы И я уже попробовал Мне очень понравились снимки в ночном режиме Я попробовал сфоткать при полной темноте То есть ничего не видно И получилось очень интересно Сейчас я вам покажу эту фотографию Вот, значит, фотография В комнате тьма Включен вот этот один фонарь Он не освещает вот это все Вот то, что вы сейчас все это видите Это уже как-то... Ну, алгоритмы поработали И в итоге вот вы видите весь этот цвет То есть Если приблизить Можно увидеть на бутылке надпись Святой источник Фотография На обычную камеру Здесь у нас Святой источник уже Нечитабельно То есть Разница Огромная И в принципе Это тоже отлично Что для этого телефона Есть гугл камера Также из коробки Мы получаем Двойной динамик То есть Стерео Работает Просто превосходно Громкость звука Меня Вполне устроила Можем Включить видео Мое И Я вам покажу Плюс-минус Какая тут громкость К сожалению Вы Соответственно На камеру так не поймете Но поверьте Очень громко Также при Выкручивании громкость На максимальной Отдает Очень приятно В заднюю крышку То есть Знаю как передать Это ощущение Но Это действительно Прикольная вещь Какое-то тактильное Ощущение появляется Также по проблемам Что могу сказать Допустим В интернете часто вижу Что говорят Что греется У меня не греется Динамик При разговоре Значит Когда вы кому-то звоните Или вам кто-то звонит И вы разговариваете Говорят Что Хорошо Очень слышно Собеседника Всем окружающим У меня также Этой проблемы Не возникло То есть Я достаточно неплохо Слышу собеседника Но Если Убрать Допустим Трубку от уха Ну Подальше чуть То Собеседника Не слышно Совсем Никаких проблем С этим не было В общем По итогу Видео могу сказать Что телефон Мне очень Очень понравился То есть Я как Значит Не такой Заядлый Обзорщик Телефонов Так сказать Это все-таки Мой Телефон Первый Вот в таком Уже Ценовом сегменте То есть До этого Honor 10 Я покупал Не новый То есть Он стоил Гораздо дешевле В два раза Этот же Был куплен Новым И Я Полностью Доволен Даже Сказал бы Счастлив Что купил Этот телефон То есть После Я искал Значит На сайтах Какой телефон Купить В пределах 20 тысяч Рублей В итоге Из всего Выбора Я сделал Именно этот И Ни капли Не пожалел То есть Я абсолютно Доволен Я посмотрел Обзоры На другие Телефоны И в итоге Все-таки Сошелся на мнении Что вот этот Телефон Наверное Будет взять Лучше всего Видео Получилось Конечно Немного Расплывчатым Ну По сути Это просто Мое Личное мнение То есть Если вы Посмотрели Думаю Вы для себя Тоже Как-то Отметите Значит Стоит ли вам Поискать Что-то Другое Либо Все-таки Взять Вот этот Телефон Есть Могу Выделить Основные Преимущества Камера Звук Экран Сканер Отпечатка Пальцев Работающий Очень хорошо Зарядка За час До 100% И NFC Ссылочка На этот Телефон Будет В описании Вы сможете Найти Ее Ознакомиться С характеристиками С комплектациями Спасибо Всем За просмотр Этого Видео Если оно Было Полезным Вам Поставьте Лайк Оставьте Комментарий И подписывайтесь Всем До скорой встречи Пока